Добрый день дорогие друзья! Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Григорий Распутин родился в семье ямщика 9 января 1869 года в Тобольском селе Покровское. Много странствовал по святым местам. Был на Афоне, в Иерусалиме. Странствовал, лечил, молился. Посещал духовно страждущих. Согласно дневникам дочери Матрёны и показаниям свидетелей Распутин спиртного в рот не брал и мясо не ел. Женился на паломнице Просковье Дубровиной. В семье две дочери и сын. В дни странствий познакомился со многими духовными лицами. В 1904 году в Петербурге получил славу Божьего человека. В 1905 году познакомился с Николаем II. Царская семья приняла Распутина и познакомилась с ним с той целью, что он молитвой поддержит здоровье Алексея Николаевича. Наследника престола. Распутин исцелял бесноватых, одержимых, больных разными недугами. Известно три случая за 14 лет жизни Алексея, когда Распутин спасал Цесаревича от смерти. Трижды врачи не смогли справиться и даже публиковали бюллетени о том, что Цесаревич на грани смерти. Тогда призывали Распутина. Однажды он даже из Сибири молился и кровотечение останавливалось. Он поддерживал государыню и укреплял Николая II в самые трудные минуты. Говорил ему, царь-батюшка, я за тебя молюсь. В российском обществе было много сил заинтересованных дискредитировать государя. Пытались оклеветать близких царю людей. Один из таких друзей человек из народа и был дискредитирован. Способов дискредитации было много. Распространение слухов. Фальсификация личности Распутина. Создание двойника. Посмотрите фотографии Распутина и увидите двух разных людей. Один представлен на фото вместе с государыней. С царскими детьми, с близкими, знакомыми. Там худой человек с жидкой бородой и приглаженными волосами, совпалыми щеками и довольно узкими скулами. У него бесстрастное или отрешенное лицо. Это подлинный Григорий Распутин. На других фото вы увидите мясистую рожу с крупным носом, с широкими скулами, толстыми губами. С лохматой бородой и всклокочной густыми волосами. Это совсем другой человек. Организатор вечеров Иван Моносевич Мануилов. Журналисты несли слухи, что есть такой Григорий Распутин, этакая наглая рожа. Двойник никогда не говорил царица. А говорил мама, мама моя. Как она меня любит. И слухи разносились по Питеру. Но ненависть к Распутину благодаря таким слухам копилась. Сталась Иго запись. Божья какую на меня возводят на праслину. Сердце эстрадалось. А поделать ничего не могу. Пророчество про конец империи он не оставлял. Иго подлинное предсказание. Вы будете проплывать мимо моей родины. И когда царская семья отправилась в ссылку, они увидели село Покровское. Ему люди приносили деньги, благодарные за молитвы и за духовную помощь. Он деньги сразу отдавал нуждающимся. У него были сын и две дочери, которых он перевез в Петербург, и после смерти отца дети остались без копейки. Им какие-то средства выделил император. Он был другом царской семьи. Его роль нельзя назвать ни отрицательной, ни положительной. Для империи он не имел никакого другого значения, кроме того, что благодаря ему наследник оставался жив. Если бы наследник вырос и женился, то династия Романовых продолжилась бы. Такова была цель родителей, и в этом им помогал Распутин. Распутин был убит 30 декабря 1916 года в Петрограде. В 1978 году группа Бонни М. создала мировой хит Распутин. В 2010 году солист группы Бонни М. Бобби Фаррелл приехал в Петербург, чтобы спеть на корпоративной вечеринке Газпрома свою похабную песню Распутин. В этой сатанинской песенке возводится хула не только на Григория Распутина, но и на святую царицу Александру и на всю православную Россию. Но Бог поругаем не бывает. После выступления 30 декабря 2010 года в номере гостиницы сердце Бобби остановилось. Он умер в стране, городе, где был убит Распутин. Он был призван на суд Божий в день мученической кончины того, кого хулил на протяжении нескольких десятков лет. Российские почитатели Григория Распутина в интернете назвали смерть Фаррелла возмездием за то, что он оболгал старца. Будучи единственным мужчиной в группе, на концертах Бобби прицеплял накладную бороду и надевал стилизованный русский костюм, изображая лихо пляшущего Распутина. Примечательно, что смерть музыканта наступила в непосредственной близости от места убийства Распутина. От отеля Амбассадор всего несколько десятков метров до дворца Феликса Юсупова, где в 1916 году убили Распутина. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok